Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем заниматься маркировкой окон, дверей и витражных систем. Отдельно будет видео по расширенной версии с применением на практике, с предоставлением файлов доступных, ну и возможностью консультации. Это будет доступно для спонсоров данного канала. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Что мы будем делать теперь? Для тех, кто захейтит это видео, сразу же хочу сказать, что все основные навыки и что необходимо сделать, я покажу на примере. Расширенное видео нужно для тех, кто точно хочет какие-то тонкости в своем проекте учесть, редактирование тех же самых семейств, редактирование таблицы экспликаций, как она будет выглядеть, ну и готовые файлы, чтобы можно было их использовать. Так что не надо. Я все равно обучаю. Так вот, что я делаю для начала. Для начала мне необходимо, я воспользовался просто, поставил стенку. Любую. Я использовал 21-й Revit, архитектурный шаблон. На самом деле шаблон не имеет значения в данном случае. Поставил несколько типов дверей, несколько типов окон и витраж. Не забываем то, что витраж у нас относится все-таки к стенам. А окна и двери к отдельным семействам. Хоть и если кто докопается витраж от той же семейства, я не спорю. Но по факту, простановка витража осуществляется через функцию стена. Поэтому идет совсем другое табличное значение по спецификации. Для начала, прежде чем мы с вами создадим спецификацию элемента, необходимо создать маркировки соответствующих элементов. Маркировки проставляются у нас через вкладку аннотации. Маркировать по категории. Либо можно маркировать все, если вы знаете, какие элементы вы хотите маркировать. Это автоматизированная простановка маркировок. Причем здесь можно настроить сразу же, какими марками будет загружаться и так далее и тому подобное. И как они будут отображаться. В случае, если загружено семейство, уже необходимое с маркировками, это удобный случай. Я буду пользоваться сначала простым. Маркировать по категории. Я собственноручно буду выбирать элементы, которые необходимо промаркировать. Маркировать по категории. Выбираю двери. Раз, два. Окна. И витражная система. Вот таким вот образом. Что нам необходимо сделать теперь? Теперь мы создадим самому спецификацию. Ее можно создать двумя возможными методами. Нам необходимо создать спецификацию количества элементов как таковых. Для этого я в диспетчере проекта в ведомости спецификации могу нажать правой кнопкой мыши создать спецификацию количества. Либо я точно таким же образом могу зайти во вкладку вид. Меня интересует ведомость и спецификация. Как вам будет удобно. Я буду пользоваться во вкладке вид ведомость и спецификация. Я создаю спецификацию дверей. Выбираю из пункта категории необходимые двери. Для начала это пойдет спецификация дверей. Стадии. Про стадии было отдельное видео. Двери тоже можно размещать по стадиям и размещать их в отдельных табличках. Ссылка на видео со стадиями проекта будет у нас в описании и сверху в всплывающем менюшке. Спецификация дверей у нас полностью устраивает. Нажимаю ОК. Теперь мне необходимо добавить поля, с которыми я буду работать. Какие поля мне конкретно нужны? Во-первых, мне нужен тип. Два раза левой клавиши мыши, либо подсвечиваю элементы, нажимаю добавить параметр. Дальше. Маркировка типа размера. Маркировка типа размера. Следующее. Описание. Следующее. Высота. Следующее. Ширина. Следующее. Число, то есть количество. Число. Следующее. Комментарий необходимый. И последнее будет уровень. Если вам необходимо разбить вашу таблицу спецификаций на различные уровни нашего элемента. Фильтр. Здесь мы еще с вами поработаем с ним. Сортировка, группирование, формирование мы не трогаем. Во вкладке вид можно настроить и текстовый стиль, которым вы будете использовать в своем проекте. И точно так же можно настроить основные толщины линии и как они будут отображаться у вас в табличной форме. Нажимаю ОК. У нас получилось первое табличное значение. Давайте добавлю отображение грубого нашего плана и таблицы на один лист. Правой кнопкой мыши на листах создаю новый лист. Пускай это у меня будет первый лист. Не убегай далеко. Я уже отпустил колесико мышки. Он просто до сих пор думает, чего я хочу сделать. Первый лист. Пускай будет А3А. На него я добавлю отображение своего. Очень грубейшего такого плана. Отредактирую, чтобы у меня отображались только необходимые мне элементы. При помощи обрезки вида подрежу его, чтобы отображалось только то, что мне необходимо. Зря переместил. Отключу для нормального отображения выносную линию и название данного вида. И отключу эту рамку, которая достаточно страшно смотрится. Теперь что я делаю? В ведомости спецификации зажатием левой клавиши мыши переношу спецификацию. Она у нас получилась гигантская. Но с этим мы с вами еще разберемся. Что я делаю теперь? Во-первых, поработаем с фильтрами и группированием. Для этого я назад возвращаюсь в таблицу моих спецификаций. Два раза нажимаем левой клавишей мыши. Воспользуемся фильтром. Фильтр. Если мне необходимо создать таблицу экспликаций на разные этажи, я здесь выбираю фильтр по уровню, равно и соответствующий уровень моих элементов. Окей. У меня все элементы спрятаны на первом этаже первого уровня. Если вам сортировка по уровню, если вы не хотите ее больше наблюдать, параметры остаются. Вы можете скрыть данный столбец. Правой кнопкой мыши скрыть столбец. Что я делаю теперь? Вернусь на свой проект. Два раза нажимаю левой клавишей мыши. Здесь у меня, у моих дверей, идет отображение маркировки элемента в штуках, по сути дела. Ну, то есть, программа сама выбирает, что есть одна дверь, вторая дверь, третья дверь. А если я подсвечу саму дверь, я могу увидеть то, что у меня для нее есть отдельная маркировка типа размера. Как включить отображение данного семейства, чтобы оно у нас выглядело так, как нам она необходима. Двойным нажатием левой клавиши мыши я перехожу в маркировку. Подсвечиваю единичное значение, которое в овальном кружочке располагается, нажимая редактировать метку. В редакторе метки меня интересует не маркировка, а маркировка типа размера, которую я добавляю, а саму марку я могу удалить. Ок. Закрыть и загрузить в проект. Могу не сохранять данные настройки, потому что они применятся у меня к проекту и программа меня запросит. Заменить существующую версию значения параметров? Да, заменить. Я могу увидеть то, что у меня, у моих дверей, изменилась маркировка типа размера. И спецификации их дверей. Дайте я поставлю, чтобы у меня два элемента были в двух отдельных окошках, чтобы я их наблюдал сразу же в едином формате. Пускай у меня здесь будут мои двери, а здесь сама спецификация. Не убегай. Так вот, саму маркировку типа размера я могу уже теперь поменять. Пускай это у меня будет дверь D1. Он мне говорит, что он переименует семейство, соответствующую маркировку типа размера. И все у меня двери, которые были в данной категории, будут дверьми D. Вторая дверь будет D2. Если я поставлю в проекте еще одну дверь, на примере покажу. Создать экземпляр. Добавлю ему точно так же маркировку. У меня в таблице спецификаций появятся две двери D1. Как выполнить фильтрацию, чтобы они отображались как единой строчкой? А то, если я зайду на лист, они у меня тоже будут отдельной строкой. Сейчас я это сверну. Отдельными строками. Я для начала перейду в свою таблицу. Активирую фильтр. Фильтр выбираю. Маркировка типа размера. Равно. И ставлю соответствующее обозначение D. На самом деле он у меня уберет дверь D2 из таблицы. Мне это не нужно. Возвращаясь назад в фильтрацию. Убираю здесь сортировка и группирование. Ставлю сортировать по маркировке типа размера. И убираю галочку для каждого экземпляра. То есть он объединит их в единую целое. Ок. И у нас образовалось общее число. Сколько таких дверей под данной маркировки типа размера присутствует. Если у вас не получилось общее число, мы заходим с вами в форматирование. Находим число. И ставим вычислять итоги. Если у вас бесит так же, как и меня, пустая строчка в спецификации, для этого я захожу во вкладку вид. И убираю галочки отделять данные пустой строкой. Соглашаясь с выполнением данного действия. Как происходит редактирование... Дайте я вкладку эту верну. Как у меня происходит редактирование графического отображения семейства. Я на плане моего этажа... Дайте я его тоже назад верну во вкладку. На плане моего этажа, два раза нажимая левой клавишей мыши, захожу в редактор семейства. Пока не пользуюсь удалением линий, я создаю свое создание линейное, круг, зацеплюсь за центр и ставлю кружочек, получается радиусом, скорее всего, 4 мм. От получившихся окружностей я уже теперь могу избавиться. Нажимаю загрузить проект и закрыть. Опять же, не сохраняю, но заменяю существующую версию значения параметров. У меня отображение у моих дверей маркировок стало кружочками, но меня бесит выносная линия. Я просто подсвечиваю маркировку и убираю галочку «Встроить выноску». Теперь у меня идет отображение кружка у моего элемента. Таким образом вы можете настраивать все основные элементы и показания. В случае витражных систем и окон это все проделывается аналогичным образом. На самом деле это основное, что необходимо было знать при настройках маркировок и расстановок основных элементов. Не пугаемся, без информации я вас не оставляю. Само табличное значение спецификации моих дверей мне необходимо было бы в первую очередь отредактировать. Сам тип у нас может уже уйти, скрыть столбец. Маркировка типа размера. У нас здесь должно быть марка. Марка. В описании у нас должно быть там дверь ГОСТ. При нажатии на Enter он меня запросит переименовать ли все остальные. Я соглашаюсь. Дальше. Высота и ширина. В принципе нам их можно объединить. Зажатой клавишей Shift я нажимаю на обе эти ячейки. То есть сначала на высоту, потом на ширину. И у нас сверху появляется возможность группирования табличного значения. После того, как мы вбили группирование, у нас есть основной показатель. Теперь уже размеры. Размеры. Число. Это количество. В штуках. А комментарии это примечания. Примечания. Высоту строк и ширину столбцов редактируется аналогичным образом, что и создание спецификации помещений, о котором уже было видео. То есть подсвечивается. Нажимается редактировать размер. И редактируется соответствующий размер каждой ячейки по вашему ГОСТу. Если я посмотрю на мой лист, у меня уже элементы представлены более-менее тем образом, который необходим. Если вам нравятся мне видео уроки, не забывайте подписываться. Достаточно такой короткий и продуктивный ролик. Скоро увидимся. Расширенное видео будет доступно спонсорам. Пока.